От теории к практике, от студенческого проекта к реальному результату. Как сделать эту дистанцию максимально короткой и эффективной. Этой теме была посвящена студенческая конференция в Вятскополянском механическом техникуме. Она была посвящена году предпринимательства в Кировской области. Подробности в материале Людмилы Агалаковой. Медали, гравировка на любой поверхности по желанию заказчика. Все это изготавливается на учебно-производственном участке Вятскополянского механического техникума. Свой проект группа студентов так и назвала – «Сувенирная продукция». Она имеет спрос в районе и за его пределами. Для студентов выпадает хороший шанс подзаработать и набить руку в профессии. Да, мы учимся так-то по металлообработке. В принципе, это можно открыть частное дело и стать частным предпринимателем просто. И зарабатывать деньги за счет этого. Но прежде в техникуме научат исследовать, творить, составлять бизнес-планы, участвовать в конкурсах проектных работ. Это конкурс бизнес-проектов, это конкурс исследовательских проектов, проектов научно-технического творчества. И сейчас очень тоже актуальны медиапроекты. То есть вот все направления мы охватили и еще мы формируем в них предпринимательские способности. То есть ориентируем нашего выпускника не только работать на предприятии, но и создавать свой малый и средний бизнес. Одна из авторских работ по исследованию возможностей газовой и плазменной резки низкоуглеродистой стали была своего рода презентацией учебно-дистанционного пункта по сварочному производству. Он оборудован за счет грантов 3,5 миллиона рублей. Если в будущем я пойду по этой профессии, то мне это пригодится. А вот изобретение юных кулибиных по усовершенствованию подвески легкового автомобиля имеет актуальность с сегодняшнего дня. Замена пружины на пневмоподушку в стойках делает автомобиль практически неуязвимым на бездорожье. Эта система пневмоэлемент предназначена для повышения и уменьшения дорожного просвета автомобиля. У стандартной есть пружины, здесь нет пружины. И здесь установлен пневмоэлемент, то есть пневмоподушка. Стойка прибивается на ямах-каналах, когда пружина до конца сжимается, и что каморизатор уходит до конца. То есть стойка пробивается и уже ее необходимо заменить. А тут такого не будет, так как пневмоэлемент не даст пробить стойку. Данный авторский проект решено представить на областной студенческой конференции от творческого поиска к профессиональному становлению, которое пройдет в Кирове 25 апреля. Людмила Агалакова, Андрей Третьяк, Вести, Кировская область.